На 122-й сессии ученого совета ОИЯИ были вручены премии имени Бруно Пантекорова ученым из Китая, Южной Кореи и Японии, которых объединяет одно научное направление – нейтринная физика. И Фан Ван, директор Института физики высоких энергий Академии наук Китая, придает огромное значение этой премии. Для меня это большая честь – получить премию имени Пантекорова, сказал профессор. Безусловно, это очень престижная премия. Я и весь мой институт очень гордятся этим. После торжественного вручения премии ученый выступил с докладом о реализации в Китае проекта «Джуна», в котором участвует и Объединенный институт ядерных исследований. Бруно Пантекорова – великий ученый. Он заложил основы физики нейтрино, и его исследования чрезвычайно важны для будущих научных изысканий в области физики и космологии. Я хочу выразить мою глубокую благодарность за то, что я удостоен этой премии. И не только я получил эту награду, она относится и к группе ученых Уэйяи, и ко всей коллаборации «Джуна». В коллаборации «Джуна» более двух лет участвует Объединенный институт ядерных исследований. В 2020 году в Китае должен начаться нейтринный реакторный эксперимент. В КНР идет строительство крупной лаборатории под названием «Подземная нейтринная обсерватория Дзяньмынь» в 150 километрах к западу от Гонконга. Экспериментальный зал установки «Джуна» будет располагаться в 700 метрах под землей. Детектор, наполненный 20 тысячами тонн жидкого сцинтиллятора, будет использовать 15 тысяч фотоумножителей для обнаружения сцинтилляционного света, который образуется при столкновении нейтрино с атомами водорода. Основная задача эксперимента – изучение нейтринных осцилляций между тремя типами – электронным, мионным и таонейтрино. На установке планируется определить относительные массы всех трех типов нейтрино, а значит попытаться разрешить проблему и иерархии фермионных масс. Там будет две атомных электростанции рядом на расстоянии 50 километров каждый и суммарная мощность этих электростанций – 36 гигаватт. То есть это огромная мощность, колоссальные потоки нейтрино и таким образом можно достаточно быстро набрать нужную статистику. Эксперимент Джуна будет использовать нейтринные осцилляции для измерения иерархии масс нейтрино и других параметров. Он представляет из себя огромный сферический объем 35 метров в диаметре, заполненный жидким сцинтиллятором. Примерно 20 килотонн жидкого сцинтиллятора будет заполнено. И этот объем просматривается 20 тысячами фотоэлектронных умножителей вот такого вот размера, как вы здесь видите, то есть 50 сантиметров каждый. То есть огромное количество фотоумножителей. В лаборатории ядерных проблем ОИЯИ разрабатывают различные методы тестирования фотоэлектронных умножителей. Здесь разработали и полностью выполнили сканирующую установку, с помощью которой можно получить в полном объеме характеристики поверхности фотокатода фотоэлектронных умножителей. Сейчас к отправке в Китай готовится уже вторая сканирующая установка. Для них подготовлены специальные помещения, темные комнаты, практически такие же, как и в лаборатории ядерных проблем. Мы начали все методические работы, исследования. И вот уже сейчас мы перешли к массовым тестированиям. То есть наши люди сейчас в Китае, несколько человек сидят и они вот тестируют фотоумножитель уже массово. Фотоумножители используются для детектирования взаимодействия нейтрино с различными материалами, мишенями. Мишень изготовлена из так называемого жидкого сцинтиллятора. В то время как нейтрино взаимодействует с жидким сцинтиллятором, они излучают видимый свет. Этот свет детектируется фотоумножителями, которые превращают оптический сигнал в электрический, усиливают его в миллион раз. И этот увеличенный сигнал будет передан на кабели нашей электронной аппаратуры, затем на компьютеры для дальнейшего анализа. Мы хотим добиться беспрецедентного энергетического разрешения на уровне 3% на одном МЭВе. И с этой целью мы разрабатываем разные методы тестирования. То есть наши немецкие коллеги разрабатывают так называемый интегральный метод тестирования. То есть фотоумножитель полностью засвечивается однородным светом и измеряется его характеристика как целого. Мы же здесь делаем измерение дифференциальных характеристик, то есть мы измеряем фотоумножитель в каждой точке его характеристики, измеряем и сканируем по всей поверхности. И вот нам надо будет проверить 20 тысяч трубок. То есть 20 тысяч будет проверено при помощи контейнера немецкого и при помощи сканирующей станции будет измерено примерно тысячу штук. Это один из наших вкладов, такой серьезный методический вклад. Другая вещь это мы разрабатываем систему высоковольтного питания. И это наверное будет самый большой вклад, материальный вклад, я бы так сказал. То есть мы изготовим питание для 20 тысяч фотоумножителей. Это будет на сумму примерно 2 миллиона долларов. То есть это самый большой материальный вклад. Также мы еще делаем магнитную защиту, разрабатываем. Ну то есть ОИА очень активно участвует в эксперименте Джуна. И достаточно на сильных позициях мы там находимся. Радость по поводу получения премии имени Бруно Пантекорва Сефан Ваном разделили Су Гонг Ким, профессор национального университета Сеула, Южная Корея. И Каэтира Нишикава, профессор ускорительного центра исследований физики высоких энергий КЕК, Япония. Бруно Пантекорва ввел такое понятие, как нейтринная осцилляция. И мы изучаем эти процессы уже давно. Осцилляции нейтрино были обнаружены в эксперименте Супер Камиакандо в 1998 году. Затем были получены новые важные данные в 1998 и 2001 годах. А через 14 лет мы смогли произвести важные измерения. Все эти данные, полученные нами, очень хорошо подтверждали идею Пантекорва о нейтринных осцилляциях. Пантекорва стоял во главе исследований нейтрино на ускорителях, так как его идеи, высказанные им в 1950-х годах, стали для нас программой исследований на долгие годы. Поэтому мы очень рады, что мы удостоились такой высокой премии. Большое спасибо. Прежде всего, это большая честь для меня получить эту премию. Теперь мы хотим расширить рамки наших исследований. Существует еще много аспектов, которые надо решать. Сохраняются фундаментальные вопросы. Например, проблема ЦП-нарушения, изучение распределения масс нейтрино, которыми занимаются ученые во всем мире. Мы стараемся не отставать. Сейчас в Корее ученые очень заинтересованы в решении ЦП-нарушения и обсуждения этого вопроса, как и ученые в Японии. Нейтринная физика. Этому направлению в Уэйяи уделяется большое внимание. Институт участвует в международном эксперименте НОВА в коллаборации с Фермилабом США в рамках темы исследования нейтринных осцилляций. Объединенный Институт ядерных исследований участвует в создании глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий из космоса. А еще есть проекты, в рамках которых ученые Уэйяи проводят нейтринные эксперименты на Калининской АЭС. И, конечно, нейтринный эксперимент Джуна в коллаборации с Китаем готовится к выполнению своей научной задачи. Нейтринная осцилляция была дана Нобелевская премия. Сказал, это такой мейнстрим в науке. То есть все переключились на нейтринную физику, потому что здесь много неизведанного, много нового. И нейтринная физика – это ключ к разгадке как загадок Вселенной, так и, может быть, к развитию новых технологий. Мы планируем совершенствовать наши знания о нейтрино. Мы узнаем еще больше информации о свойствах нейтрино. И это поможет нам понять мир вокруг нас и нашу Вселенную. Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо.